Мы все хотели бы выглядеть сухо и рельефно. На самом же деле, мысль о том, что необходимо выполнять кардио для того, чтобы получить такое точёное мускулистое тело, многих моментально выбивает из колеи. И как результат, мы никогда не получаем того, о чём грезим. В этом ролике я предложу вам 5 альтернативных методов кардио, которые помогут вам приблизиться к мечте. Совет первый. Урежьте отдых между подходами. Да-да, именно так. Вообще не стоит резать отдых между подходами, если вашей основной задачей является стать как можно сильнее. Но если речь заходит о сушке, то естественным и понятным является то, что силовые показатели могут некоторым образом пострадать. Сократите отдых до 60 секунд и меньше. Если вы опытный атлет, то у вас тем более нет оснований отдыхать больше. Совет второй. Прыгайте на скакалке. Скакалка это боксерское ноу-хау из области кардио. Боксеры используют скакалку, когда им нужно быстро войти в форму и уменьшить процент жира. Некоторые тренера утверждают, что прыжки на скакалке улучшают осанку, поскольку невозможно прыгать скрючившись. Плохая осанка во время бега это одна из причин, почему бег вызывает столько травм. Итак, если вы тренер и вам нужно улучшить чью-то осанку, используйте этот метод. К тому же 30 секунд прыжков и 30 секунд отдыха после силовой тренировки попеременно заставят ваших подопечных терять жир. Совет третий. Бегайте спринты в гору. Да, именно. Хотя спринты являются формой бега, а большинство людей так ненавидят бег, потому что это так же весело, как и наблюдать за ростом травы. Вам, наверное, интересно, почему стоит бегать вверх. Ну, во-первых, это сложнее. Во-вторых, сила притяжения при беге в гору не позволит вам максимально разогнаться, а соответственно убережет от травм, которые обычно возникают на максимальной скорости. Поверьте, что после 20 минут такого спринта вы будете полностью выжаты и довольны собой. Совет четвертый. Используйте этот комплекс в конце своей тренировки. Он послужит вам в качестве кардио. Используйте отягощение, которое вы можете выжать 10 раз. Итак, первое. Тяга к подбородку. 5 повторений в подходе. Второе. Взятие штанги на грудь. Также 5 повторений. Упражнение третье. Жим стоя. 5 повторений. Четвертое упражнение. Фронтальный пресет из 5 повторений. Отдых в течение 60-90 секунд. Выполнить 4 подхода. Совет пятый. Займитесь игровыми видами спорта. Помните ли вы дни, когда были ребенком? Тогда ведь не было компьютерных игр, фейсбука. Верно? И что же вы делали? Наверняка гоняли футбол с друзьями. Правда? Это именно то, что поможет вам сейчас не только прийти в форму, но и получить удовольствие. Просто соберите друзей на выходные и сыграйте с ними в футбол или волейбол.